Динамо-Ленинградская область 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 Кемеровский кузбасс со второго места. Но для этого придется обыграть местная СК, который неплохой ход в конце. Регулярки набрал. И не просто будет подопечным Владимир Олег на болельщики. На трибунах спорткомплекса «Арена» всегда очень много. С огромным удовольствием поддерживает свою любимую команду кемеровчане. И на первой подаче сегодняшней встречи очень знакомый болельщикам Кемеровского кузбасса Иван Лукьяненко. Связующий команды гостей готов произвести подачу. Выбирает Александра Маркина. Иван Зайцев в завершении не попадает. В площадку. Лидер кемеровчан. Да, с сильнейшим составом вышли на площадку кемеровчане. Помним, в прошлой игре несколько резервистов. По ходу, которую этого сезона были у кемеровского кузбасса. Чаще по стамейке запасных выходили, но матчи с «Газпром» и «Югрой» позволил Алексей Вербов появиться на площадке. Иван Зайцев выбирает Тереченко. Справляется Либера. Команда гостей. А вот Яненко доводит. Сейчас мяч и... Вот гости выходят вперед. А, лидер. Бортов. Это Алексеев. Реиграл здесь. Нов блестяще действует Алексеев, но не попадает в площадку. Да, понимает он, что близок был к тому, чтобы в дебюте просить, а понимает, что ты Евгений Сивожелес обменялись такими улыбками. Алексей и Сивожелес. Поняли друг друга. Здесь на блок натыкается Мельников. И вновь дважды подряд. Вот сейчас Алексеев. Скидка. Не проходит она. Шишкин страхует. Здесь Зайцев в атаке. И Маркин на добивание. Здесь спокойно. Добивает мяч до пола. И Кемеровский не выходит. Вперед. Первые и сегодняшние встречи. Переченка. Хорош в приеме. После хорошего приема всегда и есть как развернуться в связке. Что и делает великолепный Иван Лукьяненко. Снабжая великолепными передачами своих партнеров. Блокирующий гостей на подаче. Иван Лукьяненко выбирает ность Маркина. Здесь не получилось. Но получилось зато хорошая скидка. Атака из-за трехметровой не прошла. А вот скидочка как раз таки удачна. Смотрим повтор. И уложил мяч в три метра. Евгений Киважелес. В этой атаке. Красманович. Убирает Шпилева. И здесь обросим он так. Легко, спокойно. Да, и не понимает, почему Никто не ожидал Такой скидки От блокирующего В основном борте команды. Понимает, что опытный он игрок И вполне может Атаковать ошибается Алексей на подаче. Да, пока равная Игра в дебюте первой партии. Игорь Кобзе Какой-то подачи Лидер по эйсам В составе Кемеровского Кузбасса И пробивает блок Падает На стороне Кемеровча Мяч Да, вот так вот Груз ответственности снят И спокойно Играют волейболисты Команда Динамо Великобрадской области Чаще и чаще выбирают Маркина Здесь пытались Поднять мяч После атаки Товасиева Но эмоциональный Инал Криком просто Добил, чтобы мяч Приземлился На стороне соперника Криком Крикенков 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 Снимаем Михаил Щербаков 67 Точных Блокирований Не ошибаюсь Бросимов У Александра 54 Эффективные действия У Сетки Аутовасиев Готовится к своей подаче Стелево Здесь скидка От Берекова Пока обменивается То есть С исключением Первого розыгрыша Пока Без брейковых Очков Играют команды Круг просли Волейболисты Не ошибся Ухьяненко Он не всегда родной Для всей площадки Мы посмотрим За атакой Ивана Зайцева Лидера Кемеровского Кузбасса Ну если Кемеровчан При подаче выбирают Александра Маркина То у гостей Все чаще и чаще Белев Принимает Хотя подача соперника 51% Кстати У Максима Позитивного приема Совсем неплохо У Маркина Чуть пониже 46% Примерное равенство Подавали в этих игроков Он чуть получше действует В приеме Честой номер гостей Здесь от двух баллов Подыгрались Кемеровчане Потор Атака Сива железа И уже плюс два Чемеровку Кузбасса И место на подаче Всего железа Сохраняет И окорачивает Но все равно Шпилева Алексеев в атаке Хороший прием Шпилева Быстро разыграли Мясы сноуборцы Алексеев Добивает Мяс до пола Не позволяет Сопернику пока Оторваться Ну да Такая спокойная игра Без особого Нервоза Первый эйс У нас сегодня Встреча Он в активе гостей Мельников Зарабатывает его Да Не так часто Радовал Артем Болеть Ко своей команде Эйсами Это всего лишь Второй Эйс В нынешнем Чемпионате Вот так Половину своих эйсов Уже в Кеберова Забыл Четвертый номер И Крисманович Только что Великолепно Завершил Атаку первым темпом Пытался здесь В зону конфликта Подачу между Шпилевым и Бирюковым Но сообразил Великолепно Нужно до конца Ити На мяч И был прав В этой ситуации Ветерий Кей Отправляется Нападать Своей командой При равном счете Подвижается В середине партии А у нас пока Все на равных Спокойная игра Кстати Сманкель за руками Спокойно Отыгрывается Кстати Стартовал Финал В молодежной Лиге Куда попал Узбас 2 Провели Кемеровчане Уже две встречи Уступили В первой игре Лидеру Регулярного Чемпионата Молодежных команд Динамо Олимпу Из Москвы 0-3 А затем И Нижневартовскому Университету 1-3 Две игры Два поражения Пока Волейболистов Молодежной команды Кемеровского Курбаса За счет Выигранной партии Нижневартовской команды Опереждают они Звезды Югры Из Сургута Которые пока Дважды по 0-3 Уступили своим соперникам Локомотив Шорль из Новосибирска И факел Из Нового Уренгоя Так что будет борьба Между Курбасом 2 Звезда Игры Из Сургута По-прежнему тут Равный поединок Лукьяненко тут Схитрил И скинул мяч На сторону соперника Обращен Хорошая подача у Александра Но здесь немного Сетка Теряет скорость Полета мяча Что позволяет Мировчанам Сыскать Атаку Из-за 3 метров Под сектор Кемеровского Кульпаса Произоляционно Великолепно Поддерживает Любой ситуации Своих Любимых игроков И на Алтова 7 Готовится произвести Свою подачу Вот выбирает На этот раз Дерюкова Здесь пытался Пытался Маркин спасти Предъявляет Правильно предъявляет Претензии партнерам Почему не подстраховали Да, тяжелый был мяч Но среагировал же на него Александр в этой ситуации Слишком близко находились Крисманович и Зайцев Сетки Неплохо сейчас реагировал Иван Зайцев И вполне Получает атаку Кемеровчане Но здесь Кириченко Блестяще действует В обороне А Бирюков не попадает По рукам Близок был В этой ситуации Денис Но совсем рядом Прошел Да Периченко Пап великолепно Но нет Все-таки Харасани Пальцев зачитали Блокирующих Кемеров По Кузбассу Так что Бирюков Великолепно Сыграл А Лукьян Ошибается Понятно Что Динамон Убор Спокойно Играет Понятно Почему Кузбасс Умиротворенно Действует Хороша подача От Зайцева Брековый мяч Реализует Сам Иван Мощно Атакует В этой ситуации Диагональный Хозяев Повтор А тут Шансов не было У Алексеева Никаких Тайм-аут Зачем их держать Ничего пока Существенного Не происходит На площадке Чтобы Одна команда Сильно оторвалась Расъемы Выше Спокойно Рядом Сможны Выше Сможны Возможны Возможны Тайм-аута Общаться С подопечными И так команда Спокойно Играла И еще в более спокойствие призывает остальных своих подопечных Позвращается команда на площадку Равная игра пока у нас в первой партии Болельщики пытаются завести своих любимцев Более Атакующим действием Переченко отправляется Либера здесь два блока в аут Отыгрывается Ликит Алексеев И счет по-прежнему равный Переков Хорошая подача Дениса Продемонстрирует ли он в этот раз Да Спасает, спасает мяч Комировченик Как спасают Евгений Тивожелин Вознейший в ситуации Находит вред в блоке соперника И атакует Да, Никита Алексеев, конечно же, мог пристроиться к Артему Мельнику И сделает как раз ошибка нападающего гостей Опять ошибается Денис Тивожелин Отдача 18-17 На правный счет Приближается концовка первой партии Никому нельзя отдать предпочтение В этой партии Шамельников Единственный эйс На две команды И как раз-таки Блокирует все И нам По линии атаковал Артем Мельников Не попал Касманович За подачей блокирующего Комировчан Вот сейчас Денис Бирюков показал Хорошую атаку Сверх метров Вновь ничья Да, интересно Как закончится первая партия Никому предпочтение отдать Нельзя Алексеев Возьмите жизнь соперника Овшишкина Но есть приемы здесь Товасиев Великолепно Использует передачу Рухобзаря Обычно Держи он Отправляет мяч Не достигаем Для соперника Игорь Кобзарь И отлично Шпилева Но справляется Максим Там же в атаке На тройном блоке Правда Никому отдают мяч Ждет Ждет мнение Второго судьи Судья на сетке И к Кемеровскому Кузбассу Отдают мяч Но скорее всего Сейчас Ярослав Василенко Может взять Запрос на просмотр Так и есть Сюда Ну любая сторона В этом эпизоде Взяла бы Право просмотра Потому что Не все так очевидно И вполне Возможно Что какую-то ошибку Допустили Хозяева площадки Судейская процедура Видео просмотра Игрового момента Да Занимайте Места Второй Судей Вечер Кимберников И Егор Платонов Это Сегодняшние Игры Эмоционально Так Объясняем Второй Судья Инспектору И Да Кузбак Процедура Видео Прошло Для принято Решение Что Запрос Команды Динамо Иградская Область Не Болит Болит Видео Осталось Право Найти Запрос Видео Процедура Касание Сетки Видимо Запросил Тренерский Штаб Гостей И Этот Запрос Не был Удовлетворен Теряет Право На один Просмотр Первой Парти Поли Болисты Динамо Ленинградской Области И на подаче Игорь Ковдарь Лучший Подающий Нынешний Первенский У Кемеровчан 27 Эйсов Шпилев И вновь Вон же В атаке Сам Прием Сам В атаке Но Натыкается На блок Наутовасиев И да Второй Таймаут Первой Партии Вот сейчас Совершенно Обоснованный Для Для Кремства Уштаба Гостей Вон Темносто Слышит Таймаут Подожди Наталью Ну, прекрасно понимаю Со сноуборта Играет в удовольствие Приехал с Кемеровым, поиграть В прошлом сезоне не удалось Прилететь на ответную встречу В серии плей-офф Из-за известных всех событий Плей-офф встретились В прошлом сезоне команды На площадке Динамо В городской области В рождении были сильнее Первый из Кемеровского кузбасса Ну и, соответственно, у кого? Лучшего подающего Игреков, говорят, 28-й эйс И первой в сегодняшней игре Оформляет капитан Кемеровского кузбасса Охраняется место нападать Вот так, равный-равный счет И в итоге уже В концовке Кузбасс получает комфортные Плюс 4, но уже плюс 3 После ошибки капитана Кемеровского кузбасса На подаче Замена За 7 место Максима Шпилева Номер 6 На площадке появляется Лукаш Дивиш Номер 2 Сам, кстати, удивился Видели мы по взгляду Лукаша Что именно Его отправили на подачу В эту ситуацию Люди не ожидал такой замены Но доверяем Наставник команды И прав Такая неплохая подача И справляется Кемеровщане Александр Марти Не без проблем Но Выиграть Этот розыгрыш И обратная замена Номер 2 На площадке возвращается Максим Белев Номер 6 Хорошее настроение Ивана Зайцева На подаче Александр Маркин Хорошая подача Берехов Рискует, рискует Атакует Такая не сильная Так и получилось И здесь Всевожелезу приходится Не просто Но Почему-то никто не порывал Никита Алексеева Кто-то не поддержал В этой защите Да, перехитрил Конечно, понимаю Прекрасно Игроков Нинамо Евгений Севожелезу Алексеев Подреагировал Сетбол На подачи Александра Маркина Пытался Укоротить Подачу И укоротил Настолько Что Ошибся Замена На усиление Блока Связующего Ванна Лукьяненко На подачу На площадку Выходит Славомир Бярда Номер 23 Это центральный Блокирующий Настеление Вот там Подача Абросимов А он умеет Подавать И это он показывает Это второй Эйс Динамовцев Первой партии Первый, напомню Был у Артема Мельникова И сейчас Александр Абросимов Лечился на подаче И уже Тайм-аут Требуется Кемеровскому Кузбассу Тайм-аут Команды Кузбасс Город Кемеров Ну если Вартема Мельникова Это второй Эйс был В нынешнем Чемпионате То Александра Абросимов Ну прекрасно Мы знаем его Подачу По выступлениям Еще за другие Клубы Это Один Эйс В чемпионате И первой В сегодняшней игре Отдельно За игровщиком Решили пообщаться Во время Этого Тайм-аута В тренингском Стабе Кемеровчан Игеном Сивозелезом И прямо На планшете Объяснить Что хотят Увидеть В последних Розыгрышах Первой партии Своего Подопечного Абросимов Меняет позицию На подаче Сивозелез Да Не зря Показывали На планшете Такую Комбинацию Хотят разыграть И Евгений Сивозелез Услышал Свой тренерский штаб И Реализовал планы На его На площадке 25-21 В пользу Кемеровского Кузбасса Возвращается Первая партия И ждем вторую Встречаем Сегодня Как всегда Виноэкранье На трибунах Наша великолепная Неподражаемая Невероятно Красивая Группа Поддержки У волейбольного Клуба Кузбасса 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 Браля Продолжение следует... 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 А вот сейчас будет полноценная атака у кемеровчан Маркин И все равно блок старается Да, мяч улетел, но Абросимов Хорош был Реагировал он по Маркину Смотрите Он четко Убивает, но все же не он Котнулся, а именно Максим Шпилев Я и отметил-то я Еще раз блокирующего гостей Александра Абросимова Таваси Непростой для соперника планер Но здесь Пилев хорош в атаке По рукам блокирующих И подальше за пределы площадки Мяч улетает Надо радовать болельщикам С основного упора Приуныли немного Болельщики хозяев Как я говорю, спокойно на хладке играет Кемеровчане Здесь повезло Сейчас Крисману и Чисту Не такой Общевидный мяч Забивает блокирующий Кемеровского футбасса Круглым планом И посмотрим на повторе Как это было Алексеев реагировал Здесь Чуть мягче Страхует заднюю линию Но перекоп Алексеев в атаке И все-таки добивается своего Никита Алексеев Вновь выводит свою команду вперед Да, хороший, хороший розыгрыш Спасибо команда За такой розыгрыш Ну и Алексеев Насколько Не утолим Желанием бороться до конца Пусть даже к такой встрече Спасибо Конечно же Волейболистам Динамо За такую Ака борьбу Бажелец Пробивает Оп В этой ситуации Главный учет Там же нападает Евгений Да, с сейсами пока проблема В сегодняшней встрече Кемеровского футбасса Лишь один на счету капитана Игоря Кобзаря Ну вот Только заговорили Тут же Евгений Тивожелец Коротину и подает Ну куэйс Зарабатывает Честой номер Кемеровского футбасса Над радостные Возгласы Трибун 25 Есть На счету Евгений Уважелеза А Второе место Выходит он Поэтому показатели В составе Кемеровского футбасса Здесь Зайцев по линии Нет Показывает Судья на вышке Но просит просмотр Субстаги Кемеровского футбасса На попадание Мяча в площадку Мы понимаем Что Михаил не помнящий Находится и на вышке Ему Вот это хорошо видно Если только мяч Там не расплющилось Сильно Да По реакции болельщиков Мы понимаем Что мяч в площадке Видимо его Ну мы знаем Какой Удар у Зайцева Какая атака Мяч пополам Просто Включится Хотелось наконец-то Увидеть этот Пежот Да Пожал Почти наполовину Мяч включился Ну и соответственно Не только линию Задел Это и часть поля Поэтому очевидный Мяч который попал в площадку Удивительно Что не удалось Это разглядеть Где на вышке Ну бывает конечно Такое Сейчас Сетка немного помогла Приболистам Убора Хорошие Хорошие Попробуемое настроение у гостей Капитан улыбается Денис Биряков Игра получается На равных Один из лидеров Последних лет Почему бы не порадовался Прихманусь Атаку первым темпом Реализует И принимает Поздравления Партнеров Фанфектор Конечно же Куда без него Один из лучших Фанфекторов Российской Волейбольной Суперлиги Прихманусь На силовой Отважился Но сетка здесь Смягчилась Всевожелец До конца Боролся Евгений И сейчас Получит конечно же Помимо аплодисментов От болельщиков Такие Похлопывания По плечу От партнеров Боролся Боролся До конца В этом сезоне Баса Попадающий Лукьянька И Близко Близко Берут просмотр Не знаю Либо Так мне показалось Но Прям близко было Можно было взять Просмотр Но Мы успели Быстро рассмотреть Помощники Главного тренера И сказали Что мяч за Все таки Ошибается В свою очередь Игрюч Бобзель Обменялись Связующие Сетевоборствующих сторон Ошибками Связующие Связующие Сейчас Капитан Капитан Получилось Хорош Конечно Товальфиев Какая высота На какой высоте Сейчас Снимал этот мяч Блокирующий Кемеров Баса Да Понимает Понимает Волейбол Кемеров Прекрасно Согласаясь С этим Что Здорово Тут и Игрюч Бобзель Конечно Стоит И его Отметить На чистую Сетку Отправил Блокирующего В этой Атаке Спокойно Нал Товальфиев Атаковал Ашутка Маркин на подаче И Мельников Укорачивает Но здесь Шишкина Не перехитрить Было Может и не ожидал Но догнал Мяч Хороший старт Был Либера Кемеров Получит Баса Отблока Ваут Сыгрался Алексеев Немного Не перенесли Руки Блокирующие Отмеч Мог Проземлиться Площадку Гостей Вновь Укорачивал Ашут Мельников Он на этот Класс Переукоротил Мяч Врезался В сетку Минимальная Примечка Хозяев По второй Партии Впередине Экватор Партии Счет Перевалил Неплохая Подача И на стороне Соперника Ошибается Сейчас Олибо Либо 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 Команды И Вполне вероятно Что Могут Этот Мяч Записать Как Эйф На утовать и его посмотрим серверы между 2 3 партией увидим статистику и поймем это ошибка соперника не удается сохранить кемеровчанам мяч в игре улетает он на трибуны и алексеев диагональный подачи перемудрил я это очень сильно пошел вниз до середины сетки пожалуй он не долетел ошибка зайцев обижается сегодня переченько против чтобы в дальнейшем они были лидера кемеровского кузбасса по 24 было перед этой встречей у Ивана Зайцева и Евгений Стивожелеза но Евгений Стивожелез уже отличился на подаче а сейчас ошибается приеме после подачи Шпилёва и Максим Шпилёв с вейс они когда родной площадке зарабатывает пытался уже последний момент Стивожелез убрать руки но по инерции тело понесло и соответственно а здесь Игорь Кобзарь в сетку влетает хорошая ситуация была никто не ожидал но он в итоге и скинул мяч на сторону соперника но в сетку влетел капитан кемеровского кузбасса и тайм-аут требуется кемеровчанам видим повтор да недоволен своими действиями капитан кемеровского кузбасса о чем-то даже успел поскольку оппонента со стороны гостей с Иваном Лукьяненко пообщаться видим тайм-аут наставник кемеровского кузбасса больше времени посвятил именно общению с ФНС Жуицем с 50-х можно сказать игрок с той командой, Александром Маркином Исхвилев отправляется вновь на место подачи на место подачи силовой и зайцев и атаке перу судью не сбил вышки но запрос но уборки это ярослав поселенка успел посмотреть в этом розыгрыше решение принято судей информации объявит не удовлетворен запрос уборцев и теряет право на один просмотр во второй парке уложили уходит уходит в отрыв он от ума на зайцева поэйца не догоняется греков зря 2 сегодняшней встречи с Евгением Севажелеза и оба они включились во второй партии 26 эйцер Севажелеза и 28 у Ковзаря прежнему 24 у Элна Зайцева ну фан-сектор приятно всегда наблюдать за ним во многих городах завидует такой болельческой аудитории которая есть с Кемерово очень хорошая всегда поддержка не только на родной арене но и в выездных матчах всегда болельщики фан-сектора присутствуют на выездных играх вновь уложили хорош но здесь Кириченко справляется скидка от Алексеева не проходит но все-таки мяч уже коснулся пола согласен конечно уже Кириченко до конца он боролся в этом эпизоде стоит отметить Либера гостей но решение принято и костюм с этим согласен Севажелез по-прежнему сохраняет место на подаче да хороша подача у него в этом отрезке и вновь великолепен Евгений 27 эйс и третий в сегодняшней игре снижение какое-то повторение первой партии у него происходит там не понятно решение на станке гостей Зарушал Датиленко поменять Симошпилёва номер 6 а Лукуша Дивиша все мячи ну не все но 90% летят именно с шестого номера вот сейчас Либера в приёме и Абросимов удается радует болельщикам Клинамо но рассмотр уже тренерский штаб темерского кузбасса берёт видимо какой-то заступ по запросу команды Крива состоится судейская процедура и идёт просмотр игрового момента после того как Берникас и Платонов посмотрят примут решение и объявят решение судей информатором да внимательно разбираем подсказывает этот эпизод досконально и тщательно Максим Берников изучает эпизод ну да всё должно быть понятно не только судейской бригаде и судим болельщикам на трибунах и игрокам и по встречам так по итогам процедуры видео на флот на принятие за запрос команды Динамо и Гороскопы Кузбасс 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 сделал запрос и он не был удовлетворён на флот 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 джейсов сегодня пока не скажу джейсов тут же пожалуйста исполнение игрока который находится на подаче и на этот раз тайм-аут перед тремя Савгатей Петр Кросманович оформляет свой рейс и а но чтобы так да и слышим такого напряжения спокойно в рабочем режиме и на расцепиться также в серии плей-офф большие шансы кемеровчан напрямую попасть в финал 6 заня второе место но нужно помимо если сегодня вдруг удастся переиграть сопернику предстотного сбора одержать еще одну победу в трех остальных встречах две которые пройдут на домашней арене против Красноярского Енисея 10 и 11 марта одна из этих игр будет считаться выездной но состоится она в Кемерово ну и еще одна игра для Кемеровского кузбасса будет на выезде в Новгороде местный МСК фейтбол зарабатывает кемеровчане во второй партии первой партии помним сразу не удалось кемеровчанам блок смягчает на Кавасиев Мельников дважды и здесь Лукаш Дивиш уже принимает поздравления рано рано Лукаш принимал поздравления уже второй номер поторопился и в итоге завершается партия да не нужно было торопиться Кузбасс доиграл этот эпизод да я понимаю сейчас прекрасно эмоции болельщиков Кемеровского кузбасса очень они сейчас благодарны за это спасение до конца боролись кемеровчане конечно же да смотрим этот эпизод сначала Всевожелец затем Шишкин в великолепном прыжке достает мяч Маркин переводит на сторону соперника готовится к этой атаке Алексеева а еще Алексеев делает скидку реагирует на нее волейболисты Кемеровского кузбасса и опускается мяч на стороне соперника 25-20 и ждем я кемеровцев бешеный стук сердца я срочно я жажду рисков я крошенный бранж я я пари-мач лучшую онлайн бурякин Я бешеный стук сердца я я леп я стол я я зарожден я Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, мы продолжаем передавать пламенный привет, и можно даже объявить конкурс на самый, самый креативный пламенный привет, насколько у нас творческая молодежь. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся на площадку спорткомплекса арены в город Кемерово, где в матче 25-го тура российской волейбольной суперлигии париматч. Кемеровский Кузбасс на своей площадке принимает Динамо-Ленинградская область, город Сосновый Бор, 2-0. А как впереди Кемеровский Кузбасс, 25-21, 25-20. Результат завершился у первых партий. И видели только что статистику, по-прежнему равенство по атакам. Если в первой партии было 14-14, то во второй уже 12-12. Эти цифры по блокам Кузбасс также пока сильней. 4-1, но удалось во второй партии один блок доработать волейболистам Соснового Бора. Но по эйцам Кемеровский Кузбасс вышел вперед. 1-2. После первой партии проигрывали. Сейчас 5-3. Мы видели цифры на табло на экране своих телевизоров. 4-1, значит. Второй партии. И на Лутовасиеву эйс не записали, как мы думали с вами. Но и ошибались. Примерно так же одинаково, как в первой партии. Напомню. 7 ошибок было у Кемеровского Кузбасса в первой партии. 7 во второй. У Динамо из Ленобласти 9 было. В первой партии 10 во второй. А у нас первый эйс Ивана Зайцева. И он приходится на третью партию. Он прекрасно понимает, не хочет, чтобы партнер отрывался, но все делает Иван Зайцев для того, чтобы догнать. Поэтому показатели Евгения Севажелеза. По 24 эйса было перед этой игрой. У лидера Кемеровского Кузбасса Ивана Зайцева. И у Евгения Севажелеза. Но три эйса. Со второй партии позволили оторваться сразу на три в подаче вперед к тому номеру Кемеровского Кузбасса. Но сейчас в третьей партии два эйса подряд позволяют бороться по этому показателю. С своим партнером. А, еще и в атаке. Иван Зайцев. Повтор на блестящий здесь на одиночный блок Игорьков за рулем диагонального. Иван Зайцев не подвел. И сохранил место к тому же на подачу. Кириченко справляется. Здесь на блок натыкается Алексеев. Помним, первых двух партий блестяще обходил. Никита Алексеев различные препятки в виде рук соперника. Но сейчас сразу дебют от третьей партии в Телис задела хозяева площадки под одобрительный гул трибун, который пытается запустить волну сейчас под водами арена. и это удается. Сейчас про генеропчан сделать. Пошла волна по трибунам. Красиво смотрится. Да, казалось бы, да? Ничего не решает эта игра для гадей. Но хорошую борьбу они навязывают. И сейчас видим по лицам, что готовы, готовы биться. Не собираются они просто так отступать. даже ничего не знать чем матчи. Тренинский штаб реагирует. Берет тайм-аут. Вносит коррективы. Объясняет своим подопечным Ярослав Василенко, что он хочет видеть от них на площадке. Покажется принести свои миссии для игроков. Возможно что-то исправить. Обросим он. Хороша подача. Акшен появился на площадке у Кемеровского Кузбасса. Евгений Севажелес реализует. Хороший прием от партнера. Акшен был. Севажелес лидер по эйсам сегодняшней встречи три эйса. Евгений все во второй партии. Ошибает. Доигровки Кемеровского Кузбасса. Роман Фаршин. Как мы понимаем на площадку вышел Александра Маркина. На позиции замена. Служащиеся сейчас это более чем удачно. Так как закрыли атаку восполнение Ивана Зайцева. Хоть и была подстраховка в лице Евгения Севажелеса не удалось кемеровчанам. Страханить мяч в игре вновь Фаршина. Сейчас сам в этом эпизоде Роман натыкается на блок соперника и счет уже равный. Совсем недавно видели плюс три. Опять два великие мировчане. Вот уже 6-6. Вновь я думаю отметить настрой на эту игру волейболистов. Динамо из Бирюков. Да, он видел что идет обман со стороны соперника пытается реагировать на него но немного силы что ли не хватило мяч подцепить так чтобы он опустился на стороне соперника а не на своей лавине. А в итоге ошибка. Здесь Бирюков 40 блокирующих далеко за пределы площадки. Лукаш Дивиш замена второй партии помним что там машина целева выжившая на площадке Лукаш Дивиш очень большая нагрузка конечно же выпала в сегодняшней игре нашего номера из основного борта минус 100% подстать пожалуй в него летело не всегда удалось удавалось справляться подачами Филеву сейчас Дивиш приступил вроде принимающего Зайцев есть там страховка задней линии в лице капитана Дмитрия Бирюкова и все заканчивается благополучно для гостей Алексеев реализует Тульшан повтор без шансов атаковался сейф подача Мельников немного ошибается по длине Артем минимальное преимущество хозяев третьей партии Факшен Ерюкова выбитый прием и без атаки остаются гости здесь перемудрили кемеровчане и Лукас Дивиш не прощает это ошибка хозяева площадки реализует свой шанс да такая скрытая улыбка Лукас Дивиша в этой ситуации Никита Алексеев дрожная сила на подачи Динамо но не получается Эйса красивым ударом Шишкин отправляет на сторону соперника затем и блок вступает в действие руку сбасаем пока получше смотрится два партии 4-1 было в пользу кемеровчан давайте давайте приходим подачу планируем блокирующего кемеровского кузбасса Дивиша Дивиша чтобы сохранить мяч в игре Дивиша Кириченко подача булавочка находилась мог упасть на пол и достать мяч конечно же поперек здоровье свое на 17-й номер гостей и правильно сделал ухаж девиш силовая это мимо вновь близко но мимо арена все вместе эйс 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 да раздосаду он конечно лукас сбились на Зайцев нападать и берег вова там Денис в атаке и как он переигрывает двойной блок соперника да да удивлен даже наставник кемеровского кузбасса не просто было здесь капитану но просто обошел его стороной Денис берегов не остается никаких шансов Аброкимов просто подача у Александра но на этот раз везущему кузбасса везет детки он не касается после того как делал чип 12-го соперника завалили самого капитана кемеровчян на тераплекс удержался на ногах капитан кемеровского кузбасса вважелец и атака кемеровчян акшен вот от души так от души приложился Роман и аплодисменты наставника заслужил конечно же ну от души от души смотрите повтор прям одно удовольствие наблюдать за такими атаками прям вложился в этот удар Роман Пакшин и до пола просто добивает севажелец и это четвертый рейс Евгения и он сравнивается по этому показателю с лучшим подающим темерского кузбасса Игорем Ковзарем по 28 рейсов у Игоря Ковзаря Евгения Севажелеза 26 у Ивана Зайцева Дивиша первым темпом Мельников не проходит скидка от Севажелеза проходит проходит эта скидка ну что у нас просмотр или просто замена 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 связки место Ивана Лукьяника номер 13 на площадке появляется Марат Гафаров номер 7 Кузбасс взял просмотр видимо мяч отдают сноуборцам Лишерик и Мировча не посмотреть этот эпизод уже не видно эпизода болельщики радуются это не в факте может быть даже сейчас и Михаил не помнит еще просмотра спорного момента да да в ожидании вертников но нет не потребовалось первого суди да спорный не понимают игроки Кемеровского Кузбасса а почему спорный ну и Игорь Кобзарь на правах капитана имеет право пообщаться с первым судью успокаивает видим капитана Кемеровчан первый судья принято решение что запрос команды Кузбасс удовлетворил означает за сборный сейчас еще Максим Берников подошел объяснить тренерскому штабу хозяев площадки сейчас несут изменения в протокол и встреча продолжится третья партия идет по встрече между Кемеровским Кузбассом Динамо Ленинградской области сосновый убор да я говорил уже в начале сегодняшней встречи что 25-й суд полный но растянет он на 3 игровых дня сегодня он стартует с сегодняшней нашей встречей Кемерово Динамо Ленинградской области сосновый убор а продолжится послезавтра тогда 6 марта до разу 5 встреч пройдет Уфимский Урал принимает Новосибирский локомотив и Южегородский АСК Казань Казань Белгородская Белогорье Концидербургский Зенит Красноярский Несей Ново-Ренгойский Флакел и в Нижневартовке Югра Самокров сыграет Старисбургским Нефтяником и завершится 25-й тур 7-го марта в Тургуте Газпром Югра сыграет лидером первенство московским Динамо по атаке был Алексеев и реализовал свою возможность Допаров Неплохо Здесь не попадает в площадку Факшин Игофаров сохраняет место на подачу и уже не все так плохо для сосновоборцев Зайцева закрывают Видели как эмоционален был предыдущий прозыгрыш от Иван Сейчас видно Успокоил Эмал взял 30 штат Кемеровского Кузбасса Не было запроса никакого Это уже минимальный Недавно еще плюс 4 было у Кемеровского Кузбасса Как все меняется быстро У нас Каждая партия сегодняшней встречи была напряженная и равная лишь концовке Кемеровцяном удаловало зажимать соперника Посмотрим как третья партия это произойдет Но все же удастся подопечным Ярослава Василенко переломить неудачно складывающий вход в сегодняшнюю встречу Гафаров удачно на замену Лукьяненко на подаче также он хорош на площадке сейчас ошибается на пользу пошел этот тайм-аут Кемеровского Кузбасса Мораза пара Кузбасса 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 Тоже неплохо Пакшин оказалась Алексеев успевает накрыть но подняться до конца не сумел в итоге рух Никиты мяч покидает площадки площадки повтор да чуть высоты не хватило здесь в этом тизоде диагональному команды вот Алексеев и вновь ошибка со стороны 12 номера да он признает перед партнерами и перед Ленским штабом изменяется тут же Никита Алексеев да ну хорошую встречу то есть откровенно сказать правовой 12 номер Динамо Неградской области на подаче Игорьков здесь Тереченко есть прием ошибка Лукас Дивиш в антенну попал в атаке второй номер и тайм-аут ну правильно все делает Ярослав Осиленко находить в игре и будет пытаться он этими пословами вдохнуть своих подопечных просто особо не общался ни с кем попытался за счет этого вернуть своих парней в игру Вербов очень спокоен наставник Кемера с фокус-баса ну все готово у нас продолжение сегодняшней встречи Игорьков напомню автор первой сегодняшней игре Артем Мельников спустился справляется на подачу Игорьков Игорьков сколачивает снять площадку соперника Это будет запрос на заступ видимо с метровой линии видимо именно это показывает Ярослав Василенко Здесь должно решение приняться быстро как мы и ожидали очень быстро принимается решение по реакции болельщиков уже все видели а сейчас официальное объявление судей по итогу процедуры видеопросмотра принца решения за запрос команды Динамо из Городской области не был узнаем у нее осталось право на один запрос видеопросмотра в этой марте Налтовасиев ну и в концовке на ровчане А помню еще раз что следующие встречи Кемеров и Кюльбас проведет на своей площадке 10 и 11 марта обе встречи начнутся 19.00 и оба раза соперником Кемеровского Кузбасса будет Красноярск и Енисей но одна из этих встреч которая пройдет с Кемеровым будет считаться для Кузбасса гостевой 11 марта Кузбасс Кемерово Енисей Красноярск 19.00 Да Нельзя не сказать что не бороли шоссноуборты наоборот весь матч мы только об этом отвердили что борются игроки шоссноуборты команды хорошее впечатление оставили своей игрой Иван Зайцев эмоционально реагировал на свои промахи а вот так в простой ситуации ошибался Лукаш Дивиш он сбился только на самого себя пока Манфакшн завершал эту встречу